Последние новости московского Спартака. Всем привет! Вы на канале Басни Футбола. Здесь мы говорим про российский футбол и не только. Подпишись на канал, чтобы быть в курсе всех событий. А теперь к главным новостям. Начнем с важной новости, касающейся Квинси Промеса. Недавно появилась информация, что после решения суда звезду московского Спартака Квинси Промеса отстранили от футбола, что вызвало большой шум в прессе. В клубе оперативно опровергли данную информацию, а после дал комментарий суд КАС, который заявил, что у КАС нет дела Квинси Промеса. Позже стало известно, что Квинси подал апелляцию на решение суда. Что думаете по этому поводу? Спартак потеряет футболиста или Квинси отработает свой контракт до конца? Генеральный директор подтвердил переговоры о продлении контракта. Олег Малышев ответил на вопросы журналистов, один из которых касался будущего капитана команды. Недавно агент игрока заявил, что существуют варианты исхода, при которых Георгий Джикия покинет команду. Руководитель подтвердил, что на Георгия Джикию очень рассчитывают. Он капитан и лидер обороны. Также он заявил, что ведут переговоры, но детали контакта не хотел бы выдавать. Если честно, не верится, что Джикия покинет Спартак. В Европу он особо не ломится, в Москве ему хорошо, свой медиафутбольный клуб и болельщики его любят. Думаю, что договорятся о продлении. А вы как считаете? Известный футбольный эксперт и бывший Спартаковец Евгений Ловчев дал комментарии российской прессе, где раскритиковал московский Спартак, который ставит задачу бороться за первые места. Он назвал линию, которую стоит усилить Спартаку. Хорошие игроки всегда нужны в команду. В Спартаке на каждую позицию нужны игроки. Особенно в защиту. Потому что Маслов, Чернов и Дуарда это ужас какой-то. А говорят, мы будем бороться за первые места. «Какие первые места с такой дырявой защитой?» заявил Ловчев. А мне кажется, что если приедет сильный крайний защитник и центральный, то оборона будет на хорошем уровне и можно будет бороться с зенитом. А вы как считаете? Обязательно пишите свое мнение в комментарии. Не забывайте подписаться на канал, если не подписаны, и поставить лайк. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok